Фургон ждет горожан в центре Барнаула с самого утра. Желающих сдать кровь пока немного, в основном студенты. Пригоден ли каждый из пришедших для донорства, они узнают здесь же. В лаборатории берут анализ, проводят осмотр и если все в порядке, начинают процедуру. Мне не сложно. Пришел и сдал уже в третий раз. Когда разрешается, там раз в полгода можно сдавать кровь. Я хожу, сдаю обычно. А первый раз, да, чувствуется. Второй уже нет, а третий вообще, будто ничего не было. Так рука попаливает маленько, да и только. Собранный материал позже передадут в центр крови для переливания нуждающимся пациентам. Доноры же получают компенсацию в размере 600 рублей, справку на день отдыха от работы или учебы и небольшие призы с символикой акции. Присоединиться к ней могут не только студенты, но и все неравнодушные жители города. Самое главное, чтобы люди позавтракали, также весили больше 50 килограмм. И если у них есть какие-то хронические заболевания, то это полный отвод. А также есть временный отвод, это если там, например, какие-то татуировки, пирсинки в ближайшее время или прививки. Акцию уже провели в Рубцовске. БИСК примет доноров 12 и 13 октября, камень на Аби 18. В Варнауле фургон проработает на площади Сахарова несколько дней. Сдать кровь и стать донором может каждый до конца этой недели. Мобильная станция будет работать до 12 часов дня ежедневно. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.